Привет, мои хорошие! Сегодня начало нового влога. Я собралась на работу, оделась максимально раздета, несмотря на то, что у нас сегодня первое похолодание. Ну, не знаю, насколько там оно похолодает. Сейчас на улице где-то около 27 градусов и льет дождик, поэтому я вот взяла с собой зонтик, одела шорты новенькие, вот такое боди, заплела себе пучок, потому что невозможно, когда волосы распущены, все мокрое. Не знаю, я вообще, в принципе, потливый человек, поэтому лучше пусть они будут собраны. Не знаю, заметили вы или нет, я тут немножко подкоптилась. Я вчера приехала с озера, мы были на озере с родителями, я такая красная приехала, но сегодня все очень здорово легло в загар, и мне прям нравится, что я уже такая смугленькая. Только вот ноги, зараза, очень плохо загорают, очень медленно. В общем, да, пойду-ка я на работку, и оставайтесь со мной, надеюсь, этот влог вам понравится. Ребят, вы знаете, что я совсем забыла вам рассказать, как мы съездили в дворец бракосочетания, я же вам про это даже ни словечко не замолвила. В общем, пока у меня есть тут минутка, сейчас вам быстренько расскажу. Собственно, тогда, когда мы поехали в дворец бракосочетания, как, в принципе, я и предполагала, мы практически поцеловали дверь и ушли. В общем, у нас система такая в Рязани, я так понимаю, что это только у нас, все очень как-то странно и сложно. Для того, чтобы подать заявление на дату, нужно подать заявление на подачу заявления. Я надеюсь, вы меня поняли, что я сейчас имею в виду. Раньше у нас было очень много районных загсов, был дворец бракосочетания, и не было таких проблем на самом деле для того, чтобы просто прийти и выбрать дату. Сейчас у нас позакрывали все районные загсы, насколько я поняла, и как мне донесли информацию. И остался только один дворец бракосочетания, который сейчас и то перенесли, в общем, с одного места на другое, на московский. И теперь для того, чтобы, как я уже и говорила ранее, выбрать себе дату, нужно сначала подать заявление. Вот. По крайней мере, сейчас моя подруга с молодым человеком, с будущим мужем, вот, они поедут расписываться в пригород рядом с Рязанью. Там уже такого нет, то есть только в Рязани тут у нас такая беготня и проблемы. Мы пришли, сказали, что мы никакого заявления ранее не подавали, нас только записали на 22 июля, чтобы мы как раз-таки пришли и, возможно, выбрали дату, которая будет нам нужна. Мы выбрали следующий год. Если я вам тоже это не анонсировала и не говорила, то решили в этом году не устраивать никакие праздники. У нас в этом году очень хороший такой бюджет занял ремонт, и мы решили поднакопить и устроить праздник в следующем году, как раз-таки подготовиться к нему заранее. Но еще пока не выбрали. Либо май, либо сентябрь. Вот я еще сама не знаю, что я хочу, но летом точно не хочу, потому что если летом будет вот такая погода, как сейчас, вот такая адская жара, то я просто этого не выдержу. Я человек, который не любит жару, поэтому для меня это точно нет. Ребят, как вы думаете, где я у VIP-мастера, у VIP-лакшери, селебрити-мастера, мы делаем селебрити-маникюрс. У меня, кстати, реально селебрити, селебри... Не знаю, что я там нажала или нет, у меня реально такой маникюр, вы бы просто видели, он весь близ чаши. На улице уже темнота, мы селебрити-мастера делаем. Селебрити очень трепетно делает у меня маникюр. Сейчас стуклю, смотрите, какой красивый. Голубой. Я вам потом обязательно его покажу. Вот такая милота получилась. Прям такой, знаете, новогодний, что ли, какой-то маникюр, не знаю, но мне нравится. Он классно подходит к моим шортам. Не было ничего блестящего. Кстати, вот это на мне камуфлирующая база новая. Я вам их не показывала, потому что здесь мало кто смотрит меня на КТВ-ков, но вот эти вот базы от Ивы цветные, они очень-очень крутые. И если, девчонки, смотрите меня, кто там себе сам делает или мастера, то я вам очень советую попробовать раббер-базы. Они классные применения и очень красиво и стильно выглядят. Мы вот к синей сделали вот такую желтенькую, она очень крутая, такой лимонный оттенок. BS или BC1, BC4 красивый, и на мне вот такой вот небесно-голубой BC5. Посмотрите, какой красивый, прям такой холодненький, прям реально классный, потому что я довольна. Привет, ребят, у нас раннее доброе утро. Я бегу на работу, сегодня так спать хотелось. Вообще так спится классно, вот эти вот две ночи. Просто легко засыпается, здорово просыпается. Нету отвратительной этой жары и адской, с которой ты просто чувствуешь себя каким-то овощем и просыпаешься ночью неким. В общем, класс. Я просто хотела сказать про то, что кондиционер, который мы включаем ночью, вот совсем не за меня это скрытое окошко, когда на улице свежо, хорошо ветерочек дует. Прям кайф. У нас сейчас так хорошо устаканилась погодка на 25 где-то градусов и ночи. Но ночи прохладные, кстати. Там до 13 градусов это достаточно прохладно. В общем, что я вам могу сказать. У меня сегодня рабочий день. Придется работать мне до обеда. Четыре человека. Сейчас вообще с летним графиком какой-то кошмар. Мы вчера еле-еле просто выбили время, чтобы сделать ногти. Могу вам сказать, что столько записей, что я вообще ничего не успеваю. Так что как-то приходится вертеться. Выходных практически нет. Сейчас пойду поработаю. В обед пораньше освобожусь. Надеюсь, хоть немножечко получится отдохнуть. Кстати, завтра пойдем с вами на ресничке. Хочу попробовать какой-то мокрый эффект. Не знаю, чем он отличается от обычных, но попробовать интересно. Привет, ребят. Чуть я давно к вам не включалась. Сейчас иду такая сонная на работу. Погода тоже такой себе шепчет. Но зато свежо хорошо. Хотя бы есть чем дышать. Я, как видите, такая пушистая, ненакрашенная. Я сегодня просто на реснички иду, поэтому нет смысла краситься. Да и я прекрасно понимаю, как, наверное, мастера бейтся, когда человек приходит на ресницы, на какую-то процедуру, и зачем-то красит глаза. Нет, ну, конечно, если там, как у меня сейчас, там целый день работать, окей, в принципе, есть мицеллярка. Ничего в этом такого нет. Но желательно, наверное, все-таки не красить, чтобы потом времени занимать, не умываться. И вы поняли меня. Я одела новый пиджак, просто, знаете, без пояса, без всего. Вот, брюки, красотки. В общем, такой классический мой наряд. Так я, в принципе, люблю одеваться. Голова болит, ребят. Видно, на погоду прям. Сосуды мои дают о себе знать. Я чувствую себя бабушкой. Думаю, если совсем будет немного, то будет только таблетку. А так пока, надеюсь, можно сейчас на работе забудуть. Сейчас пройдет. Ребят, у меня сегодня обед в банте. В кофейню зашла. Взяла крем-суп из брокколи с курицей, запеканку и кофе капутино. И голова что-то у меня болит. Я вам утром жаловалась. В общем, не проходит даже после таблетки. Надеюсь, сейчас покушаю, подкреплюсь. Будет лучше. Так что, если вы кушаете со мной, то приятного аппетита. Ребят, я тут зашла в фикс прайс по пути. Давайте вам быстренько покажу. Конечно, многие уже к этому моменту посмотрят и раскупят, наверное. Появилась новая линейка африканская. Есть вот такая ключница с тремя крючками. Есть еще вот такая. Так, наверное. А, есть еще и такая. Дальше не буду заглядывать, потому что уже, боюсь, сейчас что-нибудь тут сломаю. Потом вот такая шкатулка. Я взяла себе такую. Сейчас куплю. Очень милая. Ой, кстати, здесь есть с каким-то светлым таким деревом якобы, да? А, есть. А, ну она такая же. Все. Я вот такую себе отложила. Так, дальше. Какие-то вот такие всякие подвесные фигурки. Потом вазы. Но они что-то очень быстро обдираются. Я сначала хотела взять, потом, думаю, не, не буду. Я постояла тут рядышком. Смотрите, какая вся какая-то ободранная. Потом вот такие вот декоративные фигурки. Здесь еще вот такие вот фигуры. И вазы. Кстати, по поводу вазы. Сейчас покажу. Вот это прикольная. Такая, знаете, хендмейдная ваза, если честно. Но прикольно. Есть свой шарм. И свечи. Небольшие свечечки. Говорят, вкусно пахнут. Они все запечатаны. Ваниль. Грэпфрут. Прикольно. А, и еще вот такие шкатулки. Мягкие. В принципе, это, по-моему, все из того, что я вот тут вижу из новиночек. Еще вот такие штуки появились. На колесах. Ящички такие. Знаете, такой ящичек я бы на кухню поставила. На кухне прикольно бы смотрелось. Но мне не нравятся колеса. Поэтому из-за колес брать не буду. А так прикольно очень. Ну что, ребят. Наконец-таки я с ресницами. Мы сделали... Не знаю, здесь, наверное, будет плохо видно. Но мы сделали сегодня какой-то мокрый эффект. Они более черненькие. Молочок. Я, кстати, вся промокла. Кроссовки промокли. О, на улице уже, слава богу, дождь закончился. Потому что, когда я пришла к Лизе, я попала в сильный-сильный ливень. И, вы знаете, как получилось так смешно. Я, в общем, пришла сюда, стою такая. А потом такая думаю, что, у меня еще полчаса. Пойду вот сюда в куклу зайду, которая напротив. Вот свадебный салон. Платье посмотрю. Посмотрела платье так, что, когда зашла, ливанул сильный дождь. И я в него попала. И промокла насквозь в своих тканевых кроссовках. А сейчас, слава богу, дождя-то нет. Так что потихонечку пойду домой. Ребят, зацените, какой кайф. Вот просто остановилась и залипаю на эти капельки. Просто кайф. Очень красиво. Быстро вам сейчас покажу шкатулочку. Я ее раскрыла. Выглядит очень классно, стильно. И, в принципе, за 249 рублей не придираюсь и не буду придираться. Есть небольшие косячки, которые меня смущают. А тут где-то вот не до конца красочка прокрашена. Там еще что-то. Вот тут вот какие-то маленькие, как сколики. Но, ребят, 249 рублей. Значит, смотрите, какая интересная шкатулка. Выдвигается вот таким образом. Здесь вот такие склеенные, да и спешечки супер тоненькие. И вот так вот обратно вставляется. Очень удобно. Я тут, знаете, что подумала? Вот эту шкатулку можно использовать, например, как для ниток. Ну, кстати, хороший вариант. Резинки, заколки положить. Все что угодно, знаете, всякий лишний шум вот такой вот цветовой убрать. И мне кажется, ее можно использовать просто как декор, там, например, на стол поставить, да. Тоже вот аккуратненько, там, например, сдвинуть что-то, убрать со стола. Сюда тоже можно какие-то прибамбасики всякие там для кухни положить маленькие, там, какие-то скрепочки, прищепочки. Ну, в общем, прикольная. Очень классная. И самое главное, что она вписывается в нашу квартиру прям идеально. Смотрите, и по цветам, дерево. Так, не переворачиваем. Дерево, белые, черные цвета, золото. Очень классно, так что, в общем, я довольна, в принципе, за эту цену. Теперь будет у меня вот такой вот новый декоративный житель. Вышла на балкон, так захотелось подышать свежим воздухом. После дождя такой приятный воздух. Посмотрите, красота какая. Я вам уже много раз показывала. Наслаждаюсь. Очень приятно на улице. Хорошо, что теперь ночи такие прохладные. Можно хорошо спать. Привет, ребят. Сегодня у нас новый день. Я только что спустилась и обратно поднялась домой, потому что забыла ключи. Сейчас еду к крестнику. Ой, вчера даже ничего по мне снимала. Мы вчера с моим время проводили и решили как-то вообще. Я решила не включаться. А сегодня вроде есть настрой. Правда, погодка такая хмурая. Но вот такой вот лук прям самое оптимальное. Сейчас сяду в машину, к вам включусь. Видите, как хмуро на улице, ребят? Ой. Давно не ездила за рулем, кстати. Если честно, блин, капец тут пыльно. Вот что значит, когда мужчины за рулем. Я думала, что мужчины ухаживают лучше за машинами. Но оказалось, это не совсем так. В общем, поеду сейчас к крестнику. Хотелось бы заехать в фикс прайс. Но я не знаю, сейчас я заеду, не заеду. Потому что там все зависит от парковки. Если найду парковку, то, конечно, я сейчас заскочу. Куплю какую-нибудь ему машинку. Потому что как-то деньги дарить ему он вообще не радуется. Он говорит, что это не подарок. В общем, пока не понимает. И слава богу. Вот. Так что, ребят, в принципе, если сегодня дождь не пойдет. Мы еще хотим съездить погулять. Либо просто сходить в наш парк ЦПК.ИО. Просто подышать воздухом. Поэтому надеюсь, что погода совсем уж прям не испортится. Несмотря на то, что сейчас все заволокло тучами. Будем надеяться на лучшее. Так что, если что, к вам включусь. Так, ну что, ребят. День тот же. Прошло уже часа, наверное, три. У нас тут небольшие планы поменялись. Мы сначала хотели куда-нибудь в Солочи, в некоторое царство погулять. Но у нас в Рязани я еще ни разу не была, чем мы вместе еще ни разу не были, в рыбацкой деревне. Даже вот девчонки приезжали, которые из Москвы. И то одна из них там была. День хороший. И как раз таки мы решили погулять. Тем более там так еще ветрено. В общем, не жарко будет. Заехали в Мак, поели. Взяла с собой кофе. И, в общем, сейчас едем туда. Надеюсь, мы туда доедем. На самом деле туда близко, да, ехать? В общем, поснимаю вам. Так что посмотрите красоту, которую у нас тут сделали. Вот куда мы приехали, ребят. Надеюсь, сильно ветер меня не глушит. Мы поставили машину только что. И вот теперь сейчас будем туда подниматься. Иду. Смотрите, как красиво сегодня облака. Мне хотелось попасть сюда в такую погоду, чтобы прям облачно было. Красота. Здесь можно подняться вот на этот маятник. И там очень классная обзорная площадка. Мы сейчас с вами посмотрим. Еще здесь ресторан. Нам тоже тут интересно узнать по поводу, что почем. По поводу свадьбы. И вот там вот начинается рыбацкая деревня. Там еще есть всякие домики, которые можно арендовать. А что, туда не пускают, да? А, туда не пускают, ребят. Обломчик. Ну, с виду мы с вами обязательно посмотрим. Хоть так посмотреть. Можно сфоткаться. Такое ощущение, что какая-то Норвегия. Очень круто. Смотрите, здесь можно арендовать вот эти штучки. Я забыла, как они называются. И спокойно покататься. Вон люди сейчас будут, наверное, кататься. Как сверху классно смотрятся эти домики. А вот это летняя веранда от ресторана. И вон площадочка, на которой мы потом поднимемся на обратном пути. Пойдемте вниз спустимся, посмотрим. Кстати, сегодня одела первый раз вот эти вот кеды свои. Кайф. И вот вопрос. Почему я не была здесь раньше? На самом деле, ехать намного ближе, чем до некоторого царства. Ну вот фиг знает, что я сюда раньше не приехала. И очень-очень быстро и просто. Даже навигатор не нужен. Народу гуляют. Ну, не скажу, что прям много, но гуляют. Ну, прикольно. Туда можно подняться, реально пофоткаться. Даже катамаранчики есть. Которые можно арендовать. Просто по озеру покататься. Классно. На территорию домиков поднялись. Ну, собственно, здесь ничего такого и нет. Просто хотелось сфоткаться сейчас. Нужно выбрать локацию. Да. Мы с тобой нарушаем правила. Я думаю, что из одного кадра нас никто не убьет. А может, и убьет. Играть. Мы с тобой нарушаем правила. Ну вот, собственно, мы такие беспредельники вообще зашли на территорию, где все переграждено. Ну, извиняйте, если что, мы не знали. Вот маяк, сейчас мы на него поднимемся, сделаем классные фотки. Слушайте, ну хорошо здесь, только какие-то все домики, я так понимаю, они еще все закрыты, они еще реставрируются, делаются. А вообще очень круто сюда потом приехать, просто, не знаю, с компанией шашлычков пожарить. Ну и вот так вот, если, например, у кого-то свадьба, чтобы вот такие домики забронировать и оставить гостей. Так, ну что, ребята, сейчас мы идем на маяк. Для этого надо... Ой, нифига тут фигнюшка. Надо подняться на самый верх. Фу, как на колоннаду в Питере, ё-моё. Красота. Так, ладно, не буду вам мой голос ужасный, запыхавшийся, оставлять. Встретимся там. Музыка. 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 наверное туда сердечко символично можно так ой тут хорошо ой так здорово здесь ой ну хорошо в домиках вообще прекрасно это вид на озеро да как раз выход очень уютненько они у вас все таки она правильно не столько полгода сдаются да они все новенький мой очень хорошо очень хорошие домики а тут еще один туалет выключить еще одна спаленка слушайте очень классные дома нет здесь я думаю а вот он наверно все спросим здравствуйте до 50 это максимум до 50 банкетный зал это вот этот правильно ага заходить очень аккуратно тут как предбанник можно туда чуть-чуть вот здесь уже основное здание здесь все санузлы до 50 тут нам точно есть в общем мы сегодня так классно гуляем что еще приехали в некоторое царство вот и немножко здесь хотим понаслаждаться природой пока сейчас так классно на улице а то опять передает какой-то дикую адскую зару вот а еще мы кстати съездили в еще один ресторан посмотрели тоже приценились так потихонечку начинаем уже ездить вот сейчас погуляем потом домой у нас сегодня кстати задание номер один разобраться на балконе не знаю правда надеюсь мы это сделаем это у нас там вообще кошмар а мы здесь с тобой не пройдем оу какие шишки какие бэмби ничего себе у него рога какие странные олененок красавчики давайте посмотрим вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует...